Есть такая язва, которая не лечится. Есть такая подлость, которую не спрятать. Есть такая рана, которая не заживает. Это грех. Необъяснимый и невыразимый порог, разрушающий жизнь, сжигающий душу, разрушающий разум. Ради избавления от подлости, ради исцеления от раны, ради освобождения от греха и пришел на землю Иисус Христос. Иоанн Баптист, пророк Божий, объявил его явление всему миру. Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Чуды из чудес. В наш век кибернетики и век разрушения всех идеалов, век разочарований Иисус так же, как и 20 столетий назад, исцеляет душу и сердце, и разум всякому приходящему к Нему. И Иисус освобождает от душевных мук, от суда совести, от тяжелейшего чувства непрощения, от горькой мучительной боли и обиды. Все эти камни на душе, как мы иногда говорим, Христос берет на себя. Грех мира, мой грех, твой грех, Иисус берет на себя. Он на себя берет осуждение за грех наш, за грехи мира, и потому умирает на кресте. Но он изъяснен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Верую в Иисуса Христа, мы исцеляемся, освобождаемся от грехов. Иисус отвечал им, истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Верую в Иисуса Христа, мы обретаем истинную свободу. Верую в Иисуса Христа, мы обретаем истинную свободу.